Привет, друзья! Расскажу вам историю о том, как мудрая женщина поставила на место одного состоятельного господина. Тогда была поздняя осень, на улице погода была ужасной. День перед тем шел сильный дождь, и на дороге было много луж, которые еще не успели высохнуть в холодную погоду, у небольшого торгового центра было очень много людей. Это было в принципе привычным явлением, ведь это была суббота, и все люди вышли из своих домов за покупками. У автобусной остановки стояло много людей, они все скупились и с пакетиками ждали свою маршрутку. Маршруток долго не было, и почти все люди были не в очень хорошем настроении. Чем раз, тем больше людей приходило на остановку. Кто-то уже не мог так долго и поехал домой на такси, но все же большинство людей оставалось ждать на остановке. Маршруток все не было и не было. Вдруг возле остановки проехала шикарная черная машина, она ехала с такой скоростью, что проезжая мимо людей, она облила их всех водой из лужи. Машина чуть дальше сбавила скорость, а потом резко остановилась. В автомобиле сидел старший водитель и статная женщина. Из автомобиля доносились громкие хохотания этой дамы. Как оказалось, такая ситуация очень насмешила этих персон в салоне. Все, кто стоял на остановке, стали еще более злые. Мало того, что они уже много времени ждут свою маршрутку в холоде, так и теперь мокрые. Владелец автомобиля, скорее всего, привез свою какую-то любовницу в торговый центр на окраине города. У торгового центра недалеко есть одно уютное кафе, и, вероятно, туда приехала эта парочка. Дама вышла из машины, свысока посмотрела на всех, кто стоял на остановке. Она достала из сумки сигарету и начала курить, глядя время от времени на людей. Владелец автомобиля сидел в салоне, будто что-то там еще делал. Одна возмущенная женщина с остановки не стала спокойно реагировать на ситуацию и решила сама отомстить злодеям. Женщина решила подойти к машине. Она стала у той дамы и начала рыться в своем большом пакете. Ни водитель, ни его любовница не могли понять, что происходит. А эта женщина с пакетом продолжала что-то искать. Оттуда она вытащила небольшое ведро, наверное, от майонеза. Просто обычно в таких ведрах на рынке продают майонез. И открутила его. Как оказалось, там было варенье. Женщина со всей силы начала разливать варенье по салону автомобиля. Владелец машины был в таком шоке, что не знал, что говорить, и просто молчал. Его дама тоже была в большом шоке. У нее даже сигарета из рук выпала. После этого женщина с остановки положила ведро назад в пакет и вернулась к остановке. Через несколько минут подъехала ее маршрутка, и она со спокойной душой села в нее. Все, кто это видел собственными глазами, смотрел на нее с уважением. Ведь она сумела отомстить за всех. Ее даже в маршрутке первой пропустили в салон. Владелец машины и женщина стояли в ступоре несколько минут. После этого человек приказал женщине сесть в тот грязный салон, и они очень быстро уехали с того места. Ссылки в описании. Продолжение следует... Продолжение следует...